В эфире новости севера Башкирии. 11 мая в Ижевске прошел всероссийский турнир по волейболу. В нем участвовало 10 команд с разных республик и городов России. На соревнованиях школа спорткомитета по волейболу Нефтекамска заняла третье место. Четвероклассницы города боролись за выход из-под группы с командой города Менделеевск из Татарстана. Проиграв, волейболистки Нефтекамска сразились за третье и четвертое места с командой Ижевска и в итоге завоевали бронзу. Девочки тренируются 4 года у опытных тренеров и не впервые занимают призовые места. Юный Нефтекамец Артур Ижболдин стал участником правительственных концертов в Уфе. Его вокал украсил торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы и столетию со дня образования республики. Артур спел на одной сцене со Скаром Абдразаковым, Фиданом Гафаровым и многими другими признанными вокалистами. Десятилетний Нефтекамец усердно занимается вокалом, делает распевки каждый день. Упорство, трудолюбие и любовь к вокалу позволили уже сейчас развить в нем немалый талант. Его преподаватель Регина Нуриева. Она уверена, что если так пойдет дальше, то мальчика ждет большое будущее. Артур вполне успешно делает свои первые шаги к популярности. Его выступление все чаще становится частью больших торжеств. Многие зрители с удовольствием сохраняют их у себя в социальных сетях. Так супруга в Рио главы региона Крине Хабирова выложила в своем инстаграме выступление мальчика с концерта 9 мая. 18 мая в Дюртюлинском музее пройдет международная музейная акция «Ночь музеев-2019». Главная тема мероприятия – музей и театр «100 лет Республики Башкортостан» и «100 лет Мустаю Кариму». Вниманию зрителя представят выставки «100 артефактов. Бессмертна победа. Бессмертные ее солдаты» есть в городе Майом музей и выставку выпускников Дюртюлинской детской художественной школы «Ступени мастерства». Творческое объединение «Город мастеров» порадует зрителя красотой и изяществом своих работ, а Исмайловская школа искусств проведет мастер-класс. Также в рамках празднования столетия со дня рождения Мустая Карима Центральная районная библиотека организует книжную выставку. Начало акции – 18.00. В Верхней Иркево прошел фестиваль «День счастливых семей», приуроченный к Международному дню семьи. На мероприятии показали социальные ролики на семейную тему, презентацию о важности брака и семьи. Также супружеские пары приняли участие в церемонии обновления супружеского союза. Украшением фестиваля стали выступления участников с концертными номерами. Прозвучали песни, танцы и стихи собственного сочинения. Самой молодой паре, самой старшей и самой многодетной выпала честь разрезать праздничный торт. Для детей организовали отдельную зону для игр и развлечений. Там главный специалист Гузель Нурьева провела с ними занятия по изготовлению башкирской куклы. Завершился фестиваль праздничным фуршетом. В лицее Янаула в рамках недели здоровья состоялся круглый стол «Быть здоровым модно». Он прошел для учащихся седьмых классов. Перед школьниками выступили ведущий специалист отдела по молодежной политике, спорту и туризму, врач-нарколог Янаульской центральной больницы, представители органов внутренних дел и религиозных общин города. Ученики узнали о пагубных последствиях применения наркотических средств, алкоголя и табакокурения. Гости приводили много примеров из своей практики. Дети серьезно отнеслись к мероприятию, предлагали незаурядные пути решения проблем и открыто делились своим мнением о здоровом образе жизни. Ученик, задавший самый интересный вопрос специалисту, получил поощрительный приз. Также школьники и педагоги высказали мнение о необходимости подобных встреч со специалистами, так как проблема нравственности и здоровья молодежи на сегодняшний день остается самой актуальной. 13 мая в деревне Ирдуган-Янаульского района произошел пожар. Пострадала многодетная семья с детьми 2, 5 и 7 лет. Они остались без жилья. Вы можете помочь пострадавшей семье, оказав материальную помощь в виде одежды и обуви, продуктов питания, длительного срока хранения, средств личной гигиены, посуды, постельного белья и принадлежностей. Сбор вещей проходит по адресу улица Советская, 21, кабинет 115. По вопросам оказания любой помощи, в том числе и материальные, обращаться по телефону 5-22-11. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова